Владимир Владимирович, пожалуйста, посмотрите, я вам, я не знаю, может плохо будет видно, но я старался как смог, там был договор, и все у меня, которые есть, я вам сфоткал, отправил. Потом я вам отправил то, что я вот, у меня больничный лист открытый, на все время вот операцию вот, я вам его оформил, больничный, то есть у меня как пройдется на травму. И вам сфоткал еще свои больничные листы, которые не оплачены. Пожалуйста, поинтересуйтесь и слежитесь со мной, и уже по дальнейшему посмотрим, как будем действовать, если закон о нашей стране, очень вас попрошу помочь мне, спасибо. Занял мне тут от тебя, он от тебя ссылался по договору подряда, но там тяжелая ситуация, надо сам договор распаривать, то есть чтобы договор подряда признали трудовым договором. Там есть признаки, что это договор трудовой, а не подряда, но это, это скажем так, непростое дело. Ну да, но тот его уговаривал, чтобы он написал, что на улице упал, не на работе, но все-таки есть какой-то подводный камень? Ну подводный камень, что в суд обращаясь, и через суд требуешь признать данный договор подряда договором трудовым, и соответственно с этим выплатили, чтобы больничные оплатили, ну и все последствия, которые там. Ну, как раз, производственная травма. Производственная травма, это когда он работает по трудовому договору. Ну это понятно. Гарантия нам предоставляется, отпуск, выходные дни и тому подобное. Есть там моменты, которые говорят о том, что это трудовой договор. Ну естественно, этот договор подряда составлялся юристами с таким расчетом, чтобы трудно было его признать трудовым. Но признаки есть, что он трудовой. Конкретная работа не определена, объем работы не определен. Соответственно, они каждый месяц подписывают какие-то там акты выполненных работ, ну формально. Ну просто чтобы под договор подряда подходил. Ну конечно, если указано заработная плата, то это трудовой договор. Не указано заработной платы, а там указано вознаграждение по договору подряда. Ну это как прослочек. Ты читал, да? Мерь кому-то, я говорю, я вчера вообще ничего не читал, не до этого было. Самый основной момент посмотрел, ага, вижу, все понятно, что там предмет какой, и что он никак не определен. Посмотрел акты выполненных работ, как подписаны, тоже ни о чем. То есть не должно быть указано, допустим, столько-то там метров паркопа на земле, да, вот там ты-ты-ты, по такому-то расценке вот все получили. А когда просто выполнена работа, а что, какие работы выполнены, да? Непонятно. Не так все просто, я ему так и написал, что как бы есть нюансы. Потому что он у меня по телефону говорил, что туда будет договор с ним заключен, а в итоге-то я вижу, что договор-то подряд. Алло? Да. А, Алексей Викторович? Да. Добрый день, меня зовут Владимир Мамаев, я представитель Байрамов, Галдун, Низами, Аглы. Знаете такого? Да, 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 конечно. Смотрите, он мне получил, скажем так, решить его вопрос, связанный с его больничным листом, оплатой. Байрамов? Да. Насколько мне известно, он у вас с сентября работал по договору подряда, вот, и получил травму. Вот, буквально недавно его выписали, сейчас решается вопрос, значит, обращаться ему в суд или нет по поводу того, чтобы получить возмещение именно больничного листа. Да, ну, соответственно, для этого нужно будет признать договор подряда трудовым, на что, как бы, есть все основания. Ну, с моей точки зрения, я как юрист оцениваю данную ситуацию. Вот, соответственно, там будут определенные последствия, ну, как для организации, потому что, ну, понимаете, да, что если вы по договорам подряда делаете трудовые договора, то это не есть хорошо. Он не планирует у вас работать в связи с тем, что у него, скажем так, здоровье уже не позволит это делать, физический труд. Поэтому он готов с вами заключить мировое соглашение. Вот. Я так понял, его соглашение заключается в том, чтобы просто оплатить вот эти 6 месяцев его больничного листа, ну, в размере, как будто он работал. Ну, то есть, по среднему заработному, ну, по среднему, то есть, чтобы не признавать договор трудовым, ну, и вот эти дальше последствия, чтобы там судебные расходы, время и так далее. А у вас есть хоть какой-то договор с ним вообще? Он вам что-нибудь показывал? Да, конечно. Ну, тут как, договор подряда, вот у меня перед глазами, 0.1.08-2022 от 1 августа 2022 года. Значит, пульсар, ну, то есть, там все акты выполненных работ, это все есть. Соответственно, я когда ему давал соответствующую консультацию, я оценил, что данный договор может быть в судебном порядке признан трудовым, это как бы очевидно, на мой взгляд, потому что здесь как минимум, ну, я не буду сейчас все рассказывать, есть определенные моменты, говорящие о том, что это трудовой договор. Соответственно, если суд признает это трудовым договором, то возникают все соответствующие последствия. Это как минимум оплата больничного и так далее, и так далее. Вы знаете, что он был по-насфетическим и так далее, и тому подобное? Ну, вот этих я вещей не знаю, поэтому, как бы, не могу ничего сказать. Если сейчас, если возникать, да, и ему перечислялись дополнительно деньги на карту, на его августа, и помогали ему, или с тех, кто были в добровольном порядке, то, что он спросил, или карту, но оплачивались и так далее, он вам так сказал? Ну, я владею той информацией, которую я владею. Я владею на данный момент все, что касается этого договора подряда. А то, что там какие-то деньги перечислялись, ну, у вас наверняка есть какие-то доказательства, подтверждения этому? Конечно, конечно. Ну, значит, как бы, если... Если это есть... В чем стоит вопрос? Вот я сейчас буквально с ним в течение часа назад разговаривал. Он говорит, что, в принципе, с его слов, опять же, я говорю, я с вами говорю о том, о чем, как бы, я владею информацией с его слов. Что примерно в месяц... Он проработал, получается, где-то полтора месяца. Примерно в месяц у него получалось где-то, по-моему, 45 тысяч, он мне так написал. Соответственно, берем 6 месяцев его больничного. Вот его в конце марта выписали. Ну, я округленно беру 6 месяцев. Ну, предположим, 40 тысяч, тоже округленно, чтобы считать. Получается, 6 умножаем на 40. Это получается сколько у нас? 240, да? Ну, вон... Ну, не знаю, у нас по договору отдельная оплата, да. Это понятно. Я сейчас... Он 45 тысяч не получал, это первое. Второе, если он вам там прикладывает и так далее, вы присылаете свои предложения, что значит мировое соглашение, но то, что он хочет 40-45 тысяч, это однозначно нет, потому что он столько не зарабатывал. Я как бы, что вы мысль-то не доложили. Работу, которую он на себя брал, он ее не выполнил, слово совсем. Не сдал ни одного объекта, вообще ни одного. До сегодняшнего момента наши сотрудники выполняют его задачи, сдают объекты, подписывают так, вводят. И его бригада, которая, с кем он работал, она... Брия не существует. Они уволились, они наркоманы все там. Понимаете? И сейчас, вы говорите, был бы человек здравый, здоровый и так далее, был бы он по-другому. Сейчас по-другому все складывается. Смотрите, то, что там наркоманы, я от этого не знаю, как бы, это отдельная история. Говорю, если бы человек был здоровым, меняемым, и у него не первый такой случай был, то он упал, то он исчез, то просто не появлялся на работу, а сколозно всем. И решило прогулы, загулы и так далее. Захотел, пришел на работу, захотел и ушел. И это все в табелях, и у руководителя это все дело предоставлено почти. И сейчас говорит, что 40 тысяч заплатите за то, что я заболел, и я был на консистенном объединении. Но вы меня не дослушали. Не дослушали. Это я, как бы, говорю о том, что он мне написал. Я просто логически для себя делаю вывод, как бы, ну, логически, если 6 месяцев, если с его слов 40 тысяч, условно говоря. Но он-то просит гораздо меньше сумму. Я понимаю, о чем вы говорите. Я бы хотел, если он просит какую-то сумму и так далее, он должен сдать, либо показать, либо хотя бы сдать, что он вообще сделал. На сегодняшний день у меня информация, что он получил деньги и ничего не сделал. Смотрите, скажу... И ничего не сделал. Работу свою он не завершил. Не сделал. И ни его бригада, ни он. Они просто исчезли и все. У меня перед глазами два акта выполненных работ. Вот, которые, я так понимаю, были оплачены с вашей стороны, но со стороны организации. То есть... Акта выполненных работ, это по сумму, которую он получил. Но он работу не завершил. Ну, я так понимаю... Для того, чтобы завершить работу, нужно завершить и подписывать все необходимые документы, для вас, по проекту, на котором он тебя брал, сдать, но он ничего не сделал. Ну, вот смотрите... Вы как юристы, вы должны понимать... Ну, он получил деньги официально, как предоплату по договору. У нас 5-го, 25-го выплат на зарплату. Мы выполняли все обязательства и выплачивали деньги. При этом сотрудник не выполнил свои обязательства. Смотрите, вот передо мной акт сдачи приемки выполненных работ к договору от 1-го сентября 2022 года. Значит, 21-го сентября подписан. Здесь написано, все работы выполнены на сумму 18 391 рубль, в том числе, ну, подоходный лог, там, 2000, там... Работы выполнены подрядчиком для заказчика, соответствуют требованиям, предъявленным договорам. Настоящий акт составлен... Ну, то есть, понимаете, вот я исхожу из того, что я вижу перед глазами. Да, возможно, у вас там какой-то был конкретно большой объем сделать работы, а это, как бы, этап той работы, которую он должен был в итоге сделать. Но он попал вот в эту ситуацию, что сломал себе ногу. Я уже не говорю, я не знаю, что там как происходило, мне это, в принципе, не интересно. Ну, так, посмотри, а кто подписал, а? Так, Новицкий, ну, печать, подпись, есть, все, есть. У вас оригиналы? Ну, я сейчас... У вас оригинал документов? Фото смотрю. А, ну, фото, ну, оригинал бы мне хотелось посмотреть. Ну, я, если честно, я на данный момент с вашим, скажем так, работником общаюсь дистанционно. Понял. Вот, соответственно, поэтому, прежде чем мне что-то делать, да, условно говоря, там, телодвижения какие-то, я должен понимать, скажем так, есть смысл... Ну, нет, мы не подписывали этот факт, я не знаю, откуда у него этот факт. Но деньги-то платили, я думаю, деньги-то доказать, что деньги поступали, это легко будет. Еще раз, деньги как предоплата была по договору. У нас вычисление, у нас возгласно к зотам, у нас обязан сотрудник выплачивать за вас зарплату. Мы выполняли свои требования, а сотрудник свои требования не выполнил. Теперь откуда у него появился этот акт? И у него за ним были закреплены адреса, где прописаны технологические карты и в актах договора. Где он работал, на каких объектах? А акт, ну, что, отправь мы ни за что, а за какие работы он выполнил, на каком адресе, где, что, чего? У меня такой информации нет, что этот человек сдал подведенный объект. Ну, вот у меня перед глазами два акта, сейчас другой посмотрю. Ну, я вам говорю, покажите мне оригиналы этих актах. Вот, так, еще есть от 31 августа на 16 667 рублей. Также подписаны... Это официальное переселение, то есть, одним акадимом, человеком в бухгалтерии, человека отправляли здесь. За эти деньги он не отработал ничего, от слова совсем, он не подписал ни комиссии, ни мне, ни бригадиру, ни директора, ничего. Второй момент, у него в этот период, согласно табеле, учета рабочего времени, который ставил в бухгалтерии, очень много про гуглов. Человек не выходил по 5 дней, по 7, по 8 дней. И то, что он там пишет за месяц, он отработал, ну, я вам просто объясняю, что это не так. До этого у него была еще одна травма, которую он сказал, я возьму вас за свой счет и не выйду. И потом выясняется, что человек солевой, выполняет свои обязательства. Было принято решение таким образом, что ему уже в пользу это все было сделано. Сейчас человек хочет, чтобы я ему заплатил за непроделанную работу и хочет выполнить то, что он получил от меня, то, что он вообще не заслужил, а даже получал. Алексей Викторович, я насколько понимаю, речь идет не за оплату за работу, которую он не выполнил, а за оплату вот именно больничного, с точки зрения, что он у вас все-таки работал, как по трудовому договору, а не по договору подряд. Да, это не важно, даже срочный трудовой договор, если в момент исполнения трудовых обязанностей. Так вот, как раз на этот момент у него нет никаких договоров. Где срок, где в этот момент, когда у него произошла травма, у него нет договора. А, вы имеете в виду? Он у нас не работал уже, полосу, 7. Сейчас, посмотрю, когда он травма получил, сейчас, секундочку. Ну, посмотри. Так, начал работать с 13 августа, упал 1-го, 10-го, 1-го октября, 16.39. А договор от 1-го августа на какой срок был заключен? Не, у вас там же другой следующий август, потом в сентябре был еще договор. А где он, у вас есть этот договор? Ну, есть, да. Что, ну, до какого периода? Сейчас, посмотрю, как он. Может быть, конечно, он не менее все скинул, но, по-моему, я видел договор. Ну, смотрите, я вот исхожу даже из того, что было ему выдано удостоверение, ну, пропуск так называемый, ну, выдано аж до 31 декабря 2022 года. Ну, то есть, это тоже доказано? Ну, оно всем выдается, но это не легче воду, что оно, что оно. Договор-то есть. В этом чьи листовое удостоверение дается, если вы понимаете, на год. Адестация электробезопасности работы в СССР, она и выдана была до 30 лет до конца года, потом надо было дальше, перед 50. Оно всем так выдается. Оно же не может выдаваться на срок по договору? Смотрите, ну, вы, наверное, не будете оспаривать в суде, там, или сейчас, на данный момент, что человек фактически находился на рабочем месте. Неважно, был там договор, есть у него договор на руках, что было куча свидетелей, ну, он же там не один работает. Так вот, вот в том-то и вопрос. Вот в том момент, когда он уже работал, был там другой человек, Максим, такой же, который работал, а уже этот, не помню, как его зовут, он уже убрал его как помощник. И он у нас уже не числился. В смысле, его работу делал другой человек? Почему другой человек? У него у нас работа, а его привлекал как помощник? Сам. Он ногу сломал у вас на работе или где-то в другом месте? Как он у вас оказался в организации? Вот в чем вопрос. Как он может у вас не работать, если он у вас там находился, и там, неважно, что он там, может, бездельничать? Так, а вы спросите у него, как он находился на работе, как он ногу сломал? Ну, вы мне что, зачем мне такие вопросы задавите? Я ему тоже самое задавал. Помогал, чем мог, и так далее. Не, ну, переписку я знаю, я видел переписку, что помогали. Ну, он у меня на работе не числился уже, понимаете? Он помогал Максиму, просто своему другу, с кем они раньше работали, упрекать. Для того, чтобы сдать работу и получить оставшиеся деньги. Сзади чего они не сделали, ни тот, ни другой, ничего не сделали, от слова всем. И свою работу, которую они выполняли, они ее не сдали никому. И исчезли благополучно договоры, и они на работу не выходили, не появлялись ни один, ни другой. Ну, в итоге вам работу-то сдали, но там другой человек? Да нет, да никто не сдал в том-то и момент. А там-то и вопрос, это сдали, и было бы все по-человечески, у нас бы все по-другому было, понимаете? Я бы сейчас даже с вами не разговаривал, человеку бы и без вас бы все заплатил, то, что требовал. Сначала они прогуливали, на работу не выходили. Потом появились, решили доделать эту работу, чтобы получить остатки денег. Но в результате ни один, ни другой, ни третий, никто ничего не сделал. Все просто исчезли и все. Он даже в больнице, человек, который работал на объекте, даже не помогал, вообще ничего не говорил. Просто бросил у кого-то товарища, от кем они работали. И тупо исчезли. Бросили работу, бросили инструмент, бросили спецодежду. Все побросали и просто исчезли. У меня простой вопрос, зачем вы с ним тогда заключили договор, ну раз заключили, второй раз продлили, и так далее, и так далее, если так вот. Второй договор закончился, и все, у меня больше с ним не было, так вот, доводите. Они не успели в срок сделать ничего, от слова совсем, по договорам. Ни на одном объекте. Они не сдали меня, не подписали акт ни на одном объекте. У них там масса не заделать. В сплотаться объект не введем. Они только прогуливали, и на работу не появлялись. Потом решили, что-то там доделать, чтобы мне сдать, а там там находилось. Случилось все это, доклад обо мне, в больнице попало, остальные, да что они доделали. Почему он так вот, почему он вам это не рассказывает. Ну смотрите, из разговора я понимаю, что в конечном итоге он у вас, ну, должен был именно работать, правильно? Ну раз вы говорите, прогуливал, там еще что-то. Нет, ничего не должен, он хотел сдать объект, который они начали делать, чтобы получить деньги. В результате никто ничего не сделал. Все брошено и так далее. Мало того, что ни электроинструмент не сдал, ни стремянки, ни оборудование, ни материалы. Никто ничего не сдал, ни спецодежду никто не сдал, ничего. Просто исчезли и все. Ну у вас договор же написано, вы должны его тогда были привлечь к какой-то ответственности, там, ну вот это все. Подождите, ну это уже мое личное право. Должен был я его привлекать к ответственности или нет? Если человек-архоман, вы понимаете, как говорите, о чем он там будет дальше с ним разговаривать? Ну я с ним разговаривал по телефону, у меня не сложилось там впечатление, что он там какой-то неадекватный. Ну это лирика, я вам говорю факт, и 20 человек у нас все это дело видели и знали, и знали, как он работал, и знали, как они прогуливали, чего вы не спрашиваете. Что он из этих договоров половину на работу не выходил, а деньги получил, работу не завершил. На самом деле это как-то все странно звучит, потому что... Да нет, это не странно, это просто вам нарассказывали и хотят определенные делители, чтобы ни за что получить деньги. Но я-то готов, человек заработал, и человек действительно ответственный и нормальный, но мы не против. Но когда человек начинает говорить такие вещи, и тут переписку видели, помогите хоть чем-то, как-то, чего-то, я просто своих денег, свою зарплату перечислял вам эти деньги, помогал человеку как-то. А теперь этот человек говорит о том, что он хочет у меня каких-то денег. Он не заделает работу, да получит нормальное движение, привлечет своих друзей, с кем он работал. А он знает, с кем он работал. Ни одного человека, которого они работали, в облегании, ни одного нет. Я этим ничего не закончил. Ни один. Ну, насколько я понял, у вас по договору подряду он должен лично выполнять работу. Ну, хорошо, пусть да, сработает. То есть, вы хотите сказать, я ему должен платить деньги ни за что? Нет, сейчас вопрос стоит не оплаты за какую-то работу, а просто оплатить его больничный. Да он не числится в это время, у меня, у меня нет с ним договора. Да это не имеет значения, понимаете, это абсолютно. Это вы их личное, да я понимаю, что вы говорите, это вы их личное право выйти, заделать, там что-то и так далее. Я с ними договор не продлевал, у меня нет с этим договором. Они сами пришли, попросили Алексею Викторовичу, дайте нам заделать, чтобы получить деньги. Хорошо, ребята, заделывайте, получайте. Ну, то есть, с вашего ведома они находились, правильно? Ну, он же не один работал на объекте, как вы понимаете. Ну, понятно, что, соответственно... А где остальные-то люди, куда они делятся? Пусть он тогда всех привлекает, пусть все эти люди пишут вам заявление, что я никому-то не выплатил зарплату, либо еще что-то. К чему он мне обращается, то, что он получил всего 16 тысяч рублей? Вы же говорите 40, а где остальные деньги-то, если он 40, вы говорите, получал? Ну, говорить можно все что угодно, я у него задал вопрос, какую сумму на мировое соглашение он согласен? Так в том-то и момент он говорит тому же, что у долг в год. Откуда 40-то возникло? На сегодняшний день таких цифр даже нет, они не сдали ничего. Чтобы получить эти деньги, надо завершить объект, подписать акты, ввести его в фронтацию, передать его заказчику, либо мне. Но у них нет ничего. Тот договор подряда, который я читал, вот, скажем так, один из оснований, что это все-таки трудовой договор, там вообще не прописаны ни объема, никакие работы, просто ни о чем договор. Так, доктор, доктор, сейчас мы о чем и говорим? То есть вы хотите сказать, что я ему платил деньги за просто так, ни о чем? Ваш бы... Ну, получается, что так. Ну, по крайней мере, вы платили деньги за функцию трудовую. За что? За что? За то, что он ходил на работу и там что-то делал. Да, он не ходил на работу, я вам объясняю. Половину из этих договоров он на работе не появлял. У меня есть Сабеля, есть свидетель. Они тупо прогуливали, они приходили на работу. А когда приходили, вот так вот и работали. Я вам пытаюсь доказать, что я не против, как человеку, ничего личного. Но просто так никто за работу не платит, если вы понимаете. Да я полностью согласен. Я должен выполнять обязанности и должен выполнять свои трудовые обязанности. Приходить на работу и делать работу. Ну, вот с ним сейчас Сабеля за эти дни. Первые дни в августе, как он появился, он потом исчез на две недели. Его на работе не было, а деньги получил. Алексей Игоревич, я вам отработаю, я вам сделаю, я вам все сделаю. Ну, и чем это закончилось? Знал бы я раньше, что он изначально, блин, наркоман солевой и так далее, вся банда у них такая. Ну, я бы, наверное, в сентябре не подписал, но уже не прокреплю, что это договор. Так и надо было делать. Так получается, что просто это слова, понимаете? Ну, я, конечно, не буду оспаривать это, что... Вот были слова. Он получил деньги и пытался отработать, а я пошел на то, чтобы он отработал свои деньги. И он приходил на работу. И будет оставить с ним второй договор, чтобы он отработал все, что он получил. Потому что он деньги получил ровансами, а работу не выпал. И на работе не появлял. Так он в итоге деньги получил, ну, в каком размере? Ну, как в акте написано, или больше, или меньше? Да он в акте получил, он их даже не заработал, понимаете? Я просто про другое спрашиваю. Ну, вот он, если это не 40 тысяч была какая-то там договоренность у вас, а... Да откуда там 40 тысяч-то? У него даже вот то, что в акте получил, он их не отработал. Он не сдал ни одного объекта. Еще раз нам говорю, пусть предоставят себе комиссию, свои объекты. Где он что-то сдал? Кому он это передал? Где мой инструмент, который он получил, расписал? Где это все? Оставался человек, который был снижен, который отвозил его в больницу. И почему этот человек исчез на второй день? И больше не появлялся, его никто не видел. Я говорю, даже спецодежду никто не мог сдать. До настоящего момента никто этого не сделал. Где электроинструмент, который он передан на 70-80 тысяч рублей? Где это все? Так что, пропал инструмент, что ли? Ну, естественно. Ну, они сдали хоть что-то. Спросите у него, хоть кто-то что-то взял. Ну, здесь с вашей стороны должны быть определенные действия. Тут я что могу вам сказать? Ну, если бы похищено было, то это... Ну, действия будут другие, действия будут дальнейшие действия. Просто мне на сегодняшний день заниматься, и вот будем тем, чем сейчас заниматься, но это будет неэффективно и небыстро. У меня там осталось до сих пор три бригады, мои сотрудники, которые приехали работать. Но если бы они были заинтересованы в чем-то, они хоть раз в компаниях не стали, я думаю. Понимаете? Ну, я на данный момент вижу проблему так. Ну, раз этот человек для вас, скажем так, такой, ну, назовем прямо геморройный, да, надо в любом случае с ним какую-то бумажку подписать, о том, что он претензий к вам не имеет, ну, соответственно, там, либо вы имеете или не имеете, это же другая история. Но чтобы закрыть эту тему... Вы понимаете, какого числа была травма? Вы только что сказали, какого числа? Сейчас скажу точно. Ну, 13-го, по-моему, тут сейчас. 13-го октября или какого? Или ноября когда? А, 1-го октября. Ну, а есть 1-го октября договор. Что с 1-го октября он работает. Есть этот договор? Да это... Вы можете понять, что для трудового... для квалификации как трудовой договор это не имеет никакого значения? В суде будет легко доказано, что он находился на рабочем месте, что он исполнял свои трудовые функции? Какие трудовые функции? Где это прописано? На основании чего? Я вам пытаюсь, если я с Готовским подписать бумажку, номероводку. Если бы я был там человек какой-то, я бы ни копейки не отправил, понимаете? Я бы человечество к нему отношу. Он сейчас у меня больше 250 тысяч. Он то, что там было, да не отработал, понимаете? И не сделал. Он даже то не сделал, то, что получил. Пусть подпишет тракты, пусть организует работу, пусть привлечет своих бригадировок к нему на работу. Про 250 тысяч речь не идет. Это я просто, когда делал расчет, понимал, что он будет, ну, имеет право по суду, скажем так, рассчитывать примерно на эту сумму, ну, если, понятно, если он докажет это все. А так-то он просит гораздо меньше. Да, я понимаю, что он говорит. Я в контексте того, что вы как юрист, понятно, взялись на это дело и так далее. А в первую очередь у тебя у него создавал договор один. Смотрите, вот давайте, вот простой вопрос. Он получил травму, находясь у вас на производстве? Или нет? Я его не привлекал к себе на производстве. Да это не важно. Я сейчас просто говорю о том, что он находился на территории, на охранной территории, прошел КПП. Какой охранной территории? Это просто подъезд рабочего дома. Он пришел помогать твоим товарищам. А, то есть там он не проходил вот этот вот, как его... Да нет, конечно. Я просто не знаю, где есть договоры, из акта, и вообще непонятно, где он работал. Ему позвонил этот Максим, который дорабатывал, и пытался сдать объект. Этот пришел, стал ему помогать. Хотя до этого, неделю назад, сентября, он также находился на полице, но полмесяца, и он на работе не был. А теперь я понимаю, почему у них там вечные травмы, то нога, то в голову, то рука. Потому что они, блин, обдолбаны, выходили, и работали. И нормальный человек, то, что произошло, здравый, нормальный, без, этого бы не произошло от пола совсем. Не дай Бог, конечно, никому не пожелает. Но человек сам прекрасно понимает, за чего это произошло. Да и все представляют. И медики, в том числе, и. Ну вот я с ним, когда общался, он говорит, он ходил в гострудоинспекцию, ходил, ну там ему сказали, обращайте суд, это понятно. Но как-то вот на наркомана не похоже. Так, обращайте. Ну я, ну а что вы мне говорите? Ну вы говорите одно, а я вам говорю, какое. Предвидители, их приседу и так далее. Их устроилось к нам в августе, пять человек. Из пяти человек четверо, блин, солевые. То, что проблема есть в стране, я в курсе, что много наркоманов. Но трое человек вылетели у меня сразу, а эти двое, более в виде, которые работали, решили доработать и получить остатки денег, которые мы договорились, на что мы отдельно в регионе уходим туда. У них идет по договору, потом начисляется у них дополнительный заработок, и теперь перечисляется на выполненном работе. Я готов им было это все дело отдать, но они ни один объект не сделали. Ни один. Ну а то мне говорит, что сейчас скажу так, где-то он тут написал, сейчас. Нет, больше не надо. Почему? Там он камеры, какие-то видеокамеры, я так понимаю, они устанавливали, и тут он где-то сцену рассказал так. Сейчас где-то я видел, у меня тут написано. Платили в неделю, сколько камер вы вешали, столько и получали. Ну, абсолютно. В месяц... Надо сдать монтаж, запустить камеры, подписать, якобы, работать, спокойно уйти. В месяц выходило 35-40 тысяч, еще так он не написал. Должно было выйти. Но он их не сделал. Потому что люди получали из-за счета того, сколько они выполняли, даже люди... То, как работает. Данные персонажи, даже это с их, то, что они получили, они не сдали ни один объект. Ну, вот я могу вам только на будущее рекомендовать все-таки заключать нормальные договора в том плане, чтобы иметь подстраховки. Потому что вероятность того, что вы проиграете суд, очень большая. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, значит, будем судья спаривать и говорить, что этот человек на работу не появлялся. Ну, вот понимаете, вы как только скажете такую фразу, смотрите, вот как только вы скажете такую фразу, что он на работу не появлялся, все. Что все? Вы проиграете дело сразу же, только вот этой фразой. Сейчас о чем сейчас? Мы сейчас с вами что хотим? Вы от меня сейчас что хотим? Я сейчас на данный момент хочу понять, я понял, я понимаю, что сложная ситуация, в которую в принципе мне вникать неинтересно, потому что моя задача установить, был заключен трудовой договор, да, либо нет. На 1 октября договора нет. И я его на работу не привлекал. Ну в том-то и суть заключается, что как бы есть средства доказывания, что это было, допустим, иначе. А доказывать, ну да, это вопрос второй. Также есть средства возражения, да, и апелляции и так далее. Ну это понятно, но есть уже судебная практика, и Верховный суд на эту тему уже давал разъяснение. Да не работал у меня человек, вы понимаете, как вас зовут? Владимир. Не работал на эту дату, у меня этот сотрудник. Ну как тогда он оказался на рабочем месте? У него, спросите. Я спрошу, спрошу. Конечно, я буду уточнять еще детали, потому что в любом случае, чтобы все обосновать. Что они делали? Куда Максим, напарник его? Как они появились? Куда они появились? И так далее. Хорошо, а травму он где получил? То есть они делали где-то в жилом доме, правильно я так понимаю? Подъезд вы говорите? Сейчас, Владимир, но он вообще уже рассказал. Нет, вот это он мне не рассказывал. Я их на работу не привлекал. И больше сотрудничать с ними не планировал. Так как они не выполнили ни один объект, и продолжать дальше с ними трудовых деятельностей у меня не было никакого. Ну согласитесь, вот со стороны звучит это как-то странно. Предположим, меня никто на работу не берет, деньги мне не платят, а я иду и работаю. Ну тоже как-то все странно. Еще раз, Владимир, ну мы с вами здравые жусь, и тем более выявили. Просто так работодатель сейчас, да ни за что платить деньги никому не будет. Еще раз говорю, отдельная премиальная оплата труда. По трудовому кодексу мы заключили с ними на минимальную зарплату договора и перечисляли им аванс. В результате чего они должны были выполнить, сдать объекты и получить деньги. Но они этого не сделали. Больничный-то он должен получить или нет? Я перезаключил, чтобы они закончили свои объекты и получили деньги. Но они этого не сделали. В октябре я с ними ничего не заключал. Что там хотели ребята сделать, я не знаю. Второй момент, я говорю, будет инструментов, будет написано заявление в милицию и так далее, и так далее. Тысяча свидетелей, есть табеля. Сколько у них прогулок. По трудовому договору они каждый день должны на работу уже не появляться. По трудовому договору, как режим рабочего дня, там если пятидневка, пять дней. У меня здесь табель, что половина месяца их на работе нет. Не, ну если расходить с точки зрения договора подряда, то они не должны были ходить на работу. Их задача была сдать результат работы. Конечно. Ну а в договоре подряда вообще не прописано, а что они должны были сделать. Ну там сто камер установить там в течение месяца на таком-то объекте. Это же ничего нету. Не, Владимир, сейчас согласно актов, которые у вас есть, они деньги получили. Ну по актам получается, что получили. Все, я их рассчитал полностью, хотя работа не выполнена. Я уже, грубо говоря, так вот, уже все, о своем решении понял, что бесполезно дальше. Ну вот, я так, вот как раз я исхожу из этих формальностей, из этих бумажек, понимаете, и понимаю, что в итоге-то будет, это, большая вероятность, этот договор будет признан трудовым, с вытекающими последствиями. В этом и сути заключается, что вы формально, в конечном итоге, заключили договор подряда. Вы сами уже неоднократно говорите, там, табель, должны были приходить на работу, прогулы. Но по договору подряда такие термины даже не применяются. Владимир, сейчас о чем? Ну, как бы, ну, не на месте точности, я не понимаю. Так я вот хотел... Он на 1 октября у меня не числился. Это не имеет значения. Я его на работу не вызывал. Ну, вы поймите, это не имеет значения. Он находился на рабочей месте, и я, ну, думаю, что смогу доказать, что он все-таки исполнял трудовую функцию. Ну, не может просто так человек прийти на чужой объект и бесплатно там работать. Ну, так не бывает. Тем более получить травму, тем более с инструментом, как вы говорите, вашим, там, ну, вот это все. Владимир, ну, я вам еще раз говорю. Человек получил деньги, а работу ничего не мало. Ну, мы сейчас вопрос не об этом ставим, понимаете? То, что он некачественно работал. Да, 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 вопрос, что человек не может, а просто так деньги получать, не выполняя работу. Ну, к сожалению, у нас могут так. Какие-то работу и выполняют. Что, к сожалению? К сожалению, люди, которые у нас работают по трудовым договорам, иногда получают деньги за то, что они просто сидят, понимаете? Ничего не делают. К нам это не относится, Владимир. Ну, у вас... А чудес уже давно не бывает. Если вы думаете, у нас родители такие дурачки, да, просто так деньги платят, но как-то тоже, я думаю, с удовольствием, что они на работу не появлялись и не выполнили свои должностные обязаны. Смотрите, давайте я все-таки закончу то, что я от него, скажем так, услышал, что он предлагает, потому что я, когда считал вот это вот, скажем так, вынужденный его, как он называется, не прогул, это прогул, это отдельная история, а больничный, посчитал, исходя из тех цифр, которые он мне дал, что там 35-40 тысяч он должен был в месяц получать. Какие у вас подтверждения, вы же юрист, сколько, откуда... С его слов, с его слов. Я у него просто... Ну, а давайте тогда по существу, Владимир. Все, по существу, по существу, смотрите. Согласно актам, округленно в неделю он получал 10 тысяч рублей. Согласно актам выполненных работ. Ну, то есть в месяц это 30 тысяч рублей. Давайте... Акт подписывается на основании выполненных работ. Я сейчас вам говорю о тех цифрах, которые у меня перед глазами, скажем так. Так, речь идет не о качестве работ, не о том, выполнялись они или нет, а идет вопрос об оплате больничного. То есть человек, когда ничего не делает, а просто он попал в эту ситуацию, и по трудовому законодательству он имеет право от работодателя получить эти деньги, и, скажем так, потом уволиться и вообще ничего не возмещать и тому подобное. Потому что я так понимаю, что налоги должны платиться с трудовых вот этих зарплат и тому подобное. То есть додочисления могут быть и так далее. Значит, его, скажем так, претензия на данный момент, он готов на мировое соглашение без суда на 150 тысяч. Вот. Соответственно, я так понимаю, что это примерно... Ну, из этой суммы он со мной, естественно, рассчитается. Это как бы уже у нас с ним отдельная история оговорена. То есть в конечном итоге он получит свои 100 тысяч и на этом успокоится. Естественно, это должно происходить не вот так вот, что вы дали ему там деньги, там, не дай бог, перевели на карточку, там еще третьим лицам и тому подобное. А просто я подготовлю, соответственно, мировое соглашение. Все будет подписано. И вы про него забудете, и он у вас тоже уже никогда не появится. Потому что я у него так и спросил. Вы вообще планируете работать у, ну, так называемого, работодателя? Ну, то есть у вас. Он скажет, нет, я не могу, мне врач запретил, там, больше 7 килограмм поднимать нельзя. Операция там железо будет доставать через год. Ну, понятно, что человек уже физически нетрудоспособен. Все, максимум там какой-то будет искать другую работу, легкий труд и тому подобное. На что у него там, скажем так, способности есть. То есть на данный момент его все притязания устроены в размере 100 тысяч. Ну, из той суммы, которую я вам озвучил. За мою работу, которую я проведу, соответственно, неважно, через суд это будет, не через суд это будет, 50 тысяч это мои. Круто. Ну, да, к сожалению, или к счастью, вот... Заявление 50 тысяч рублей. А такие расценки, да. Да, это все, это я вам так... Можно мне с ними напрямую сейчас заключить договор, дать ему 100 тысяч, и зачем вы в этой цепочке? Ну, логично, логично, но... Ну, я думаю, мы так и сделаем, если на это пойдет. Ну... Давайте сделаем. Ага. Нет, смотрите, я же тоже человек не глупый. Я просто с ним проговорю еще раз его позицию. Действительно ли это позиция, потому что вы меня озвучили, потому что, ну, я чувствую, есть данных, контексте много, нет, не досказано. Вы, как юрист, отрабатываете свои деньги, ну, понятно, мы вам обратились. Но, я считаю, 50 тысяч это не обоснованно, даже если обращаться в суд. Если я заявлю, что вы попросили 50 тысяч рублей просто на заявление мирового соглашения, оно как-то мне некорректно получится. Ну, смотрите, давай, давай... А человек, который пришел, заболел, и это сломанными ногами, получается, что он, он серьезно... Хотите, я вам обосную, почему моя работа стоит 50 тысяч? Да, да, пожалуйста. Ну, вот смотрите, во-первых, я с ним веду работу уже не первый день, да, то есть я изучал его документы, то есть как минимум идут несколько консультаций, раз, да, я веду досудебное урегулирование, с вами вот беседую. Естественно, когда я с ним о чем-либо там беседовал, да, у меня все есть тому подтверждение, да, доказательство. Если, как вы говорите, он решит меня кинуть, да, будут соответствующие... Не кинуть, я просто есть, ему цена, есть ценность, понимаете. Человек, который обратился, получит 100 тысяч, а вы, блин, сделаете 50, вот-вот в чем у меня, мой вопрос, лично к вам. Так вы считаете, что моя работа не стоит 50 тысяч? Я не знаю, я просто сравниваю, сравнение, человек, который к вам обратился, полным ногами и получил травму, и так далее, он хочет за все 100 тысяч рублей. Ну, это его проблемы, я специально, когда с ним решал вопрос о том, насколько он согласен, ну, он озвучил эту цифру, да, ради бога, да, хоть бесплатно, хоть 10 тысяч, понимаете. Главное, чтобы моя оплата там соответствовала моим потребностям. Понятно, понятно, понятно. Ну, на мой взгляд, конечно, он продешевил, да, согласен, с этим я согласен. Если он по трудовому законодательству может получить гораздо большую сумму, там еще и вынужденные прогулы, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, видимо, он тоже какую-то вину, может быть, за собой чувствует, ну, плюс, может быть, учел те деньги, которые вы перечислили, там, в помощь семьи и тому подобное. Ну, там, совесть, может, у него там какая-то есть, или еще что-то. Ну, вот он такую озвучил, и говорит, за что купил, за то и продаю. Ну, моя работа при этом дешевле не становится. Ну, я вас услышал, Владимир Ча. Ну, я тогда ему сейчас сообщаю наш результат беседы. Давайте как-то определимся с какой-то датой, ну, до какого момента, если как бы... Да какой результат-то с вами, да какой результат беседы сейчас? Что я... Я ему сейчас там наберу, приглашу его отзыва, либо приеду вон у вас, переговорюсь с ним сам. Я вашего, вот вас в данной цепочке вообще не вижу. Не видите? Не вижу, потому что даже я первый раз от вас слышу, что у него ко мне какие-то есть припей. Ага, ну, давайте я вам так скажу. Смотрите, вы наберите, кто такой Мамаев Владимир, наберите, и вы узнаете. Все-таки я имею отношение к этому, делаю или нет? Я говорю, вы можете... Хорошо, хорошо. Вы можете... Почему я говорю, я первый раз слышу вообще, что вообще это какие-то трудности в данном контексте. Из всех разговоров и все, что происходило, не было никаких дел, от слова совсем. А вот к нему вопросы были. По работам, по прогулам, по выходам и по оплате, то что получил. Вот и все. Вот к нему вопросов было очень много. А сейчас почему ко мне вопросы появились? Вроде я перед всеми сотрудниками, кто там был и так далее, был в честь, с тем, что выплатили, сделали и относились как-то по-человечески, в любой ситуации. Почему данный человек сейчас ко мне не имеет претензий? Я бы хотел его посмотреть ему в глаза. Не, насколько я понял, Алексей Викторович, к вам он не имеет никаких претензий, так же, как и не имею лично я, понимаете? Я к вам обратился, почему? Потому что вы были его непосредственным начальником. Скажем так, вы командовали той бригадой, которая там эти камеры устанавливала. Поэтому как бы он мне скинул ваш телефон, я с вами и беседую. Ну, так я и понимаю, почему вы мне звоните, и почему сейчас этот контекст разговора складывается, и непонятно. Я вам объясняю, что это называется досудебное урегулирование спора. Мы должны найти, скажем так, точки соприкосновения. Есть ли нам смысл в суд обращаться? Потому что если мы в суд обратимся, так называемые судебные расходы, понимаете, они могут быть уже не 50 тысяч, а гораздо больше. В зависимости от того, сколько судебных заседаний пройдет. Я вам открою секрет, что одно судебное заседание, стоимость от 10 тысяч. Вот 4 судебных заседания, 4 дня я проведу, это будет 40 тысяч. И так далее, и так далее, и так далее. А вы понимаете, что такие дела могут рассматриваться и не месяц, и не два, и не три. Поэтому, когда вы говорите о том, что моя услуга 50 тысяч, это, скажем так, ну, очень много, я вам открою секрет, это далеко не много. Потому что есть там, ну, просто адвокаты даже не будут разговаривать, если это там меньше 100 тысяч, даже за дело браться не будут. А если уголовное дело, да, меньше 300 тысяч, даже вообще не подходите. Потому что, ну, кто будет? Потому что сколько времени за ними, неизвестно. Тем более, такой ваш трудовой спор, оно не простое дело. Это не взыскание невыплаченной заработной платы. Это признание целого договора, скажем так, трудовым. Это, ну, сложное дело. Там будут и свидетели привлекаться. Там, ну, большой объем работы, который, по крайней мере, я вижу. Это никому не надо. Это ни ему не надо. По времени, нервам и тому подобное. Я вижу, что ему это надо, я бы хотел лично с ним переговорить. И все-таки понять, на основании чего. Сейчас мы с вами ведем этот диалог. Я, чтобы он обратился. Но я лично, честно, и тогда, если у меня есть какие-то претензии, я обращаюсь напрямую к человеку. Они идут, а на юридскую адвокацию. Ну, он для меня обращался в трудоинспекцию, я же вам говорю. Что понятно, что он, видимо, беспокоится. Значит, ему, видимо, что-то надо. Ну, иначе бы он не обращался. Нет, ну, я понимаю, что ему надо. Ну, я в данном котельце тоже сейчас тогда буду пригласить адвоката и вычитывать у него, где мой инструмент, подавать на него уголовное дело и возмещать те деньги, которые он получил необоснованно. Но тут это целая эпопея. Я понимаю, что говорить здесь можно будет очень долго. Так я поэтому и говорю, что... И, может быть, развернуть это дело даже в другую сторону. Я ему отдам эти деньги, которые он хочет, но он, да, получит намного больше проблем. Даже просто похищение инструмента. Так вот в этом-то и вопрос, понимаете? Это уже будет уголовное дело, понимаете? Я с вами полностью согласен, но поэтому я к вам и обращаюсь, чтобы все-таки решить эту проблему каким-то мировым соглашением, чтобы ни у кого никаких претензий не было. На сегодняшний момент еще раз вам пояснять. Я не видел никаких проблем с ним и не думал, что у него есть ли мне какие-то претензии. Вы звоните первое, понимаете? И я хотел бы сейчас лично с ним, с его родителями и так далее, встретиться и поговорить, чтобы он это все дело озвучил лично мне. Если у меня есть претензия к человеку, например, к любому, я к нему обращаюсь и говорю, так и так, как, что, чего. Но я не иду сразу к адвокату и подаю суд, понимаете? Если бы он мне позвонил и объяснил, либо как-то что-то, чего-то, я думаю, его в вашем присутствии. Я думаю, разговор бы, возможно, складывался вообще в другом бы русле. Дорогой, а где прогулы-то, а где... Алло? А скинулся, наверное, 30 минут прошло разговора. Да, 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 наверное. Смотрите, я то, что сейчас сделал, в какой-то степени... Это и моя инициатива, потому что, ну, может быть, он и не хотел бы, чтобы я звонил, да? Но, по крайней мере, я считаю, что перед тем, как обращаться в суд, перед тем, как подавать даже вам претензии, перед тем, как делать мировое соглашение, я должен все равно с кем-то из ваших представителей переговорить. Потому что, ну, иначе как? Может быть, нет смысла вот этого телодвижения лишнего, там. Можно решить обыкновенным подписанием мирового соглашения и забыть на этом все. Как говорится, как страшный сон. Не, я понял, я понял ваш посыл, Владимир, я понимаю, что он говорит, что он сказал, что он сказал, что он сказал, что он сказал, что он понимает, что он. Но я говорю, я сейчас с ним поговорю сначала, с его родителями, и задам ему вопрос. Хорошо. Это будет мировое соглашение, если он так кует, что он говорит, что, ну, я не буду скрывать, я подаю суд на инструменты и так далее, там, пишу заявление на хищение инструментов. И пусть он ищет своих марсимов, бригадиров, кто у него там есть и так далее. Пусть сдают это все делать и положим. Я говорю, вплоть даже, говорю, спецодержу элементарно. Все, что было на них, на следующий день все исчезли, и ни одного человека нет. Понимаете, ни материала не передали, ни камеры, ничего вообще не передали. Вот если бы люди по-человечески бы относились, ну, я думаю, все бы было по-человечески. А так получается, полгода двух концов. Вот я хотел бы ему в глаза посмотреть. Вот на данный момент, вот для меня немножечко странно слышать то, что вы говорите. Вот будь я на вашем месте, я бы давно бы это уже сделал. Вот если бы я человеку дал дорогой инструмент, там, оборудование и тому подобное, и он мне этого не вернул, понимаете, от меня бы заливление полетело бы очень давно бы. Ну, почему-то вы как-то ничего не делаете. То есть у меня возникает вопрос, а был ли мальчик? Потому что человек лежит в больнице, находится на лечении, и усугубляет дальнейшую ситуацию, чисто человеческое отношение. Но я тебе это морально не позволяю. А, ну может быть, это другая ситуация. Может быть, он сейчас выписался из больницы, может быть, сейчас он с вами встретится и вернет вам это все? Я не знаю, где он сейчас, что он сейчас. На все просьбы, которые он писал, либо еще что-то говорю, в больницу, там, или папа, там, и так далее. Я помогал чему. Лекарство там, сколько надо, я отправлял. Если это так, это хорошо. Если человек выздоровит, и так далее, и готов встретиться, я так понимаю, он выздоровит, раз вам обратиться, и так далее. Ну, я, я думаю, делаю первый шаг, и постараюсь с ним поговорить, что он все-таки хочет от меня. Алексей Викторович, может быть, он в том числе и хочет вернуть вам этот инструмент, там, что там еще, если он у вас что-то брал? Я не исключаю, я не исключаю. Потому что, я так понимаю, он все-таки попал, попал в больницу. Помимо него, у него был человек, с ним он находился, и так далее. Кто его там привлекал в это время. Я понимаю. Нет этого человека, не его. Да, и вот если бы я взял под расписку какой-то инструмент, я бы его обратно возвращал также под расписку, а не через каких-то других там лиц, понимаете? Поэтому здесь, в любом случае, вам нужно с ним побеседовать, чтобы выяснить вопрос наличия претензий с вашей стороны в его адрес, ну, в частности, по инструменту, там, что вы там еще говорите. Естественно, он обязан это вернуть, если это на самом деле у него находится, он это удерживает. Просто на данный момент он может на самом деле, на законных основаниях это удерживать, в надежде на то, что это как удержание в счет будущей предоплаты, там, условно говоря. Понятно. Поэтому, да. Ну, в любом случае, я считаю, что, Алексей Викторович, я свою работу тоже какую-то проделал. Поэтому ставить вопрос о том, что мы сейчас с ним договоримся, что там на 100 тысяч и все на этом, я думаю, это будет неправильно. Ну, я не знаю, Владимир, как правильно в данном контексте, неправильно. Я вообще еще раз говорю, то, что вы мне звоните, это изначально неправильно в его сторону. Морально неправильно. Ну, я делаю свою работу. Ну, я не знаю. Понимаете? У вас есть с ним договор? Алло. Давайте вот эти тонкости моих отношений с клиентами мы не будем обсуждать. Я вам просто хочу сказать... Ну, а с чем вы говорите? Я не знаю, работу вы проделали, просто позвонили, я что же вы так не знаю. Не, я вам говорю, что я делаю работу. Я, понимаете, у меня просто так информация не появляется от того, что вот там, я знаю, у вас договора, там, акты выполненных работ, такие контакты и тому подобное. То есть, я владею какой-то информацией. Правильно? То есть, она просто так не появляется. Как минимум, я эти документы изучал, ситуацию изучал. Вот сейчас изучил с вашей стороны мнение по данному вопросу. Это все, как говорится, естественно, требует временных затрат, интеллектуальных и так далее. Поэтому я говорю, вот, ну, не знаю, запомните, запишите Владимир Мамаев. И то, что там, ну, мало ли, там, если кто-то не захочет мне заплатить, я имею в виду своего клиента, да, вы там с ним договоритесь, минуя меня, то наберите все-таки, кто такой Мамаев Владимир. Да, Владимир, да зачем сейчас эти разговоры-то? Ну, просто мне не понравился сам посыл, что я вам когда озвучил о том, что, как говорится, мой клиент хочет от вас в качестве мирового соглашения 150 тысяч, из которых 50 тысяч он заплатит за работу, вы сказали про то, что 100 тысяч вы с ним напрямую заплатите и условно меня кинете, понимаете? Я ему сейчас не собираюсь платить, Владимир, еще раз вам повторяю. Я еще раз вам повторяю. Вот с чего вы взяли, что я ему собираюсь платить? Предположил, хорошо, предположил. Ну, предполагаете, вот это другие разговоры. Это ваши домыслы, как у юриста. А у меня другие домыслы. Понимаете, я в их дедоговор, что он работал. У вас нет этих документов. Вы хотите от меня что-то, может, вы о меня записываете, либо еще что-то говорите. Этот человек прекрасно знал, что у него нет субъективных документов. Этот человек прекрасно знал, что он ничего не выполнил по этим договорам. Тогда в чем смысл его претензий? Мне надо тоже сейчас привлечь юристов. Привлеку свою юнслужбу. Также оплачусь к адвокатам. Алексей Викторович, я понял. Алексей Викторович, давайте тогда закончим на этом разговор. Мы в телефоне. Я говорю, вот по телефону вы выясняете, какие вещи у нас. Алексей Викторович, с вами согласен полностью. Они вообще не имеют смысла никакого. Я вас услышал с точки зрения вашей. Я понял. Он сказал свою. Мы с вами нормально в диалоге. Я же у нас трубки не бросаю. Да, Алексей Викторович, поэтому... Я не хочу с вами разговаривать. Можно я вас перебью? Я с вами полностью согласен, что давайте на этом закончим разговор. Потому что моя цель была просто донести информацию, что вот есть такая ситуация. Вам, естественно, нужно проконсультироваться. Естественно, нужно какое-то решение принять. Потому что на скоком там не делается это все. Я просто предлагаю, ну, не знаю, там, ну, сколько там, там, на два дня, там, на неделю, там, может быть, там, не знаю, отложить этот вопрос. И потом уже связаться, и конкретно уже определиться. Да, да, нет, нет. Если, допустим, нет, ну, соответственно, мы будем идти по той, скажем так, по тому пути, который я нарисовал. Либо, там, вы можете какие-то свои условия предложите. Там, условно говоря, он вам возвращает инструмент, там, вы ему, там, на стоимость этого инструмента, там, ну, короче, там, как вы уже решите, в любом случае должен какой-то быть вариант для рассмотрения. Ну, единственное, как бы, я как посредник все равно должен какую-то оплату получить за то, что я между вами тут оказался. Ну, это не требование было, это было предложение мирового соглашения. Ну, это уже вопросы доказательства, понимаете? Да не докажете вы ничего, понимаете? Ну, я думаю, что не стоит так говорить. И не было его там поместить там, я выходил по две недели на работу. И есть тысяча свидетелей, 20 человек, которые это прекрасно знают. И как это все происходило, все прекрасно знают. В суд придут все свидетели, все парни нормальные подтвердят, где-то отсюда на самом деле. Так вы пригласите его в бригадира, за кем он работал, в которой они там пытались что-то заделать. Вы с ним-то разговаривали вообще с этим человеком? Разговаривали. Я ездил за спецодежды, уже дал его возле подъезда, чтобы забрать хоть что-то. Этот вынесный спецодерживали и исчез благополучно. При этом месяц они не могли ничего отдать, скрывали. Это как? Сейчас они хотят денег за что? Понимаете? За больничные они хотят денег. Владимир, все было сделано по-человечески. Потому что я не тот человек. Ни один человек не может сказать, что я кого-то кину. Ни один. Ни у нас в городе, ни у Мурманского. Алексей Викторович, давайте на этой хорошей ноте, скажем так, отложим наш разговор, чтобы вы никого не кинули. Я буду надеяться, что я не просто так сегодня побеседовал, что какой-то результат будет. Для всех полезный. Я вас услышал. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Алло. Алло. А, слышно меня? Владимир Владимирович, я видел. Я вот просто, у меня интернета нету, и на счету денег. Я ходил в больницу про ногу узнавать, то что вот, сейчас только я пришел, Денис звонил, сказал, что вы пытались мне там звонить. Понятно, да. Ну, когда, вы сейчас можете разговаривать, нет? Да, 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 могу, конечно, я уже дома. А, ну все-то да. Ну, смотрите, переговорил я с вашим начальником. Ага. Вот, значит, ну, я ему озвучил, скажем так, мировое соглашение в размере 150 тысяч, вот, из которых, скажем так, 100 тысяч он должен вам заплатить, 50 тысяч, скажем так, за услуги. Ну, скажем так, разговор у нас длинный получился, там, более получаса, скажем так, у меня такой вопрос. Он вас обвиняет в том, что вы не сдали какой-то инструмент. Есть такое дело? Нет, нет, я за инструменты вообще не отвечал. С инструментами работал мой напарник максимум, а я, то есть, он был, он был как старший, получается, а я, а я был, то есть, ну, вот рядом, то есть, я делал, он брал акты на себя, а мы с ним, я как второй напарник был. Хорошо, ну, ладно, тогда такой вопрос, я сейчас спрашиваю, чисто с юридической точки зрения, вы расписывались за получение инструмента? Я, я лично нет, а вот Максим, да. Ну, я, то есть, Максим был, он как бригадир, а я, то есть, с ним, он расписался. Все, все, давай лишнее не будем говорить, мне не интересует все остальное, Максим и там все, я, хорошо, то есть, ты ни за что не расписывался, за получение инструмента? Нет, 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 я нет, я нет. Все, ну, то есть, с его стороны идут такие обвинения, что якобы ты расписался за инструмент, его до сих пор не вернул, что, типа, они могут, ну, подать заявление о хищении имущества, ну, то есть, аргументы такие, почему бы, и им... Пускай, пускай подают, я лично ничего не брал, я ни за какие инструменты не расписывался, я вам это точно говорю. Потом еще у него, ну, в конечном итоге, он полностью подтвердил то, что вы работали по трудовому договору, вот полностью, просто от и до, то есть, все как бы... подтвердил, да, все? Да, да, то есть, понятно, что фиктивный был вот этот вот, скажем... Отлично. Договор подряда, то есть, в принципе, скажем так, шансов у них немного выиграть в суде, вопрос не в этом, вопрос в том, что, будет ли суд, либо суд не будет, то есть, будет ли мировое соглашение, либо оно не будет. Поскольку я ему озвучил всю вот эту вот историю, дал ему время, ну, сказал, что чуть-чуть позже свяжусь с вами, соответственно, он должен проконсультироваться с юристами, там, со всеми вот этими делами, чтобы как бы принять решение, добровольно выплачивать, либо нет, потому что в любом случае, нужно это оформлять на бумаге, в которую будет дописываться. конечно, я вот это и хотел, здесь и перебить, я вот это и хочу, чтобы все было на бумаге, я готов доверенность на вас, чтобы вы все эти деньги получили, то есть, да, допустим, а вот ты у меня дали, потому что, знаете, он вот с вами так общается, а мне может сказать, нет, 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 я просто 10 мая улетаю на самолете, то есть, вот, мне вот нужно, чтобы до 10 мая, то есть, если через вас вы более грамотный, я просто, если можно, через бумагу все сделать, чтобы все вы получили, и отправили, то есть, ну, а мы там 50 на, 50 с вами, как вы говорите. Ну, я понял, ну, смотрите, давайте сделаем так, в принципе, я в любое время свободен, на Дежинского ВОСе вы можете подъехать, и тут рядышком нотариус, там сразу же выдать доверенность, стоимость доверенности у нотариуса будет 2,5 тысячи. А, да, хорошо. Ну, бесплатных доверенностей, к сожалению, нотариуса не делают. Вот. Хорошо, я тогда сейчас постараюсь, как бы, найти эти деньги просто, я попытаюсь занять, я с вами все вяжусь, мы так сделаем, на Дежинского ВОСЕМ, да? Да, Дежинского ВОСЕМ. Вот, это первый момент. Второй момент, что у него еще в разговоре там проскакивало, помимо того, что он вас обвинял, что вы там не сдали какой-то инструмент, он обвинял вас в прогулах, ну, что в конечном итоге и доказывает, что вы работали по трудовому договору, что там какой-то тапель, все, ну, это все понятно, то есть, это все он сказал, как бы, в нашу пользу, потому что, если прогулы человека увольняют за прогулы, либо как минимум не продлевают договор, не заключают и так далее. И еще у него был такой момент, что вас он обвинял, что вы наркоман. Да вы что? Ну, вот такое вот. Нет, нет, этот факт, смотрите, ситуация была вот такая, то есть, мы там работали, там разные люди работали, когда выходные были, мы свою робу оставляли там. И я вот один день перешел, одеваю робу, не моя, в карманах там, всякие трубочки валялись там, вот эти курительные, я вот им подходил, говорю, что это такое, а это не твоя, вот одевай так. И тогда меня в больницу возили, и то, то есть, я тоже выходил, после выходных, оделся, мне я сломал ногу, и в кармане нашли опять какую-то вот ту трубу, и он обвинил меня, но я сдавал анализы, то есть, да, это все, у меня все нормально, это все нормально. отлично, то есть, вы сдавали анализы, это у вас все отлично, правильно? Да, да, конечно, конечно, я готов сдать, то есть, я не на кмалу, что я живу, я с родителями, то есть, меня за это одно. давайте я сейчас, все-таки, вы не переживайте, не волнуйтесь, задам простой вопрос, вы сдавали анализы, или нет? Или можете сдать анализы? Мне правильно, я сдавал, ну, давно, да, давно, я могу это, конечно, показать, но не прямо в больнице, я перешелся, у меня там кровь брали, это все перед операцией, мне все полностью проверили, мне все нормально. Ну, то есть, не, я просто к тому, что если он так заявляет, то как бы здесь есть и признаки клеветы с его стороны, если это не соответствует действительности. да, это я думаю, что клевета, конечно. Ну, все, тогда я как бы от вас получил определенную информацию, вот, значит, как доверенность оформим, вот, в принципе, я смогу за вас все делать, исковое заявление подать, если нужно, мировое заключить соглашение, соответственно, сделаем такую доверенность, что на получение денег, там, и, соответственно, я смогу их получить, и, соответственно, ну, там, мы можем дополнительным соглашением прописать, в котором будет написано, что, там, из суммы такой-то, полученной в рамках такого-то, ну, допустим, дела, я вам возмещаю, там, ну, возвращаюсь только, а такую-то сумму удерживаю в виде своего вознаграждения. Да, 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 вот так вот Ну все, да Вот, а то есть он что сказал? Он готов, то есть через суд, или вы говорите, есть шансы, что и без суда будет? Я вижу, что он мнется, смущается И я понимаю, что им в любом случае лучше это решить мирно, без суда Потому что последствий будет гораздо больше, если через суд Потому что, ну, много последствий То есть в любом случае они заплатят и больничные, и судебные расходы И компенсацию морального вреда, и там совсем другие суммы И по времени это будет много То есть я-то их буду дергать, понимаете? Вот вы мне выдали доверенность, и я могу хоть год с ними судиться, понимаете? А вы будете там своими делами заниматься Я тогда, сейчас вы меня поймите, просто я сейчас сам безработан Но не просто вот подождите, пожалуйста, сегодня, либо завтра Я просто вот эти деньги на доверенность найду, чтобы и с вами создаю, чтобы это все выпустили Вы не переживайте, не волнуйтесь На данный момент срочности пока нету Почему? Во-первых, я жду от него, скажем так Будет ли мировое соглашение Потому что, если будет мировое соглашение Может быть, мы обойдемся и без доверенности, понимаете? Это первый вопрос Ну, то есть, если в суд не надо будет подавать Если, скажем так, на честном слове разойдемся Бумажку подпишем, соответствующую Вы мне денежку отдадите Или я вам отдам Не важно Это первый момент Второй момент Есть просто Единственное, за что я переживаю Есть сроки По трудовым спорам Сроки три месяца Не три года, как по-гражданским А три месяца Поэтому вот с того момента, как вы вышли с больничного По идее, вам надо сейчас обратиться с каким-то письменным заявлением Ну, называемый его так работодателем О том, что прошу там то-то, то-то, то-то удовлетворить Ну, там, выдать то-то, то-то, то-то И они, предположим, отказывают, либо не отвечают И вот срок давности для обращения в суд три месяца Понимаете? Чтобы вот в этот момент не нужно затягивать Ну, три месяца, в принципе, у нас есть Ну, как тогда сделать? Что сейчас сделать, чтобы у меня... У нас, то есть, прошло уже время, да? Или как? Нет, время не прошло Вы, по сути, требуете оплату с момента окончания больничного Ну, то есть, вы до этого не могли Не могли обратиться, потому что, ну, во-первых, вы на больничном Вы еще не знаете, за какой период в конечном итоге вам нужно потребовать оплату И так далее, и так далее На данный момент будем исходить из того, что срок вы давности обращения в суд не пропустили Сейчас у вас есть, идут, скажем так, досудебные урегулирования Вот, поэтому ждем до конца этой недели Какое будет с их стороны принято решение Будут ли они мирно возмещать вот эту 150 тысяч рублей И на этом забывать все проблемы с обеих сторон Если нет, то, соответственно, вы оформляете доверенность Ну, предположим, со следующей недели, с понедельника И тогда я уже сразу же подаю в суд И в судебном порядке я уже добиваюсь того, чтобы они возместили уже не 150 тысяч А, естественно, ну, совсем другие суммы и другие расходы и тому подобное Хорошо, вообще вы меня обрадовали, так спасибо вам огромное Я вот тогда все это ждем тогда, и я постараюсь на эти деньги Да, я думаю, недели, ну, сможете за неделю найти 2500, я думаю Да, 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 да Думаю, это возможно Все тогда, все, удачи тогда, все, хорошего, до свидания Спасибо вам, а всего хорошего Ага, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok